Вот и на связи, друзья! Третий рейх будет сражаться сегодня с армией республики. Желаю вам и приятнейшего просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поехали! Ну что ж, дамы и господа, вот у нас с вами и первый раунд этой битвы. У нас даже с вами провисали, потому что очень много юнитов битвы Третьего рейха, можно сказать, с Галактической Республикой. Здесь у нас... Воу! Немцев что-то наговато, давайте пока на паузу поставим, чтобы разглядеть. Вот у нас, собственно, боец с винтовкой Кар 98К. Здесь у нас от Гиверов, от Каров до МП-40 и МГ-42. Также у нас с вами имеются и танки, и опели, в общем, всё-всё, что любил величайший, дорожайший фюрер Германии. Давайте глянем у нас, что у Республики. Сейчас снимем с паузы, слетаем, посмотрим, как там располагаются клоны. Вот, собственно, клоны их тоже очень много и, поверьте, не меньше, чем немцев. И многие, наверное, после битвы с Наполеоном скажут, что Ото делает несбалансированные битвы, потому что действительно там была битва... Ну, давайте смотреть по радиоголу, не совсем равная, равная, потому что были мушкеты у французов и скорострельные бластеры у клонов. Я согласен, что тогда было несбалансировано, но поверьте, я теперь протестил тут и... Пила Гитлера, да то она и пила Гитлера, в общем, без спойлера всё сами увидите. Ладно, давайте будем, наверное, сейчас снимать с паузы. Я куда-нибудь сюда, на середину карты прилечу. Вот, давайте здесь мы снимем с паузы и посмотрим уже, как всё это будет. Бойцы у нас здесь бегут третьего рейха, великий вермахт. Бежит, занимает позиции. Много, как видите, здесь бойцов с МГ-42 имеется. Да, с СТГ, с Штурмгивер 44-м. Тут у нас бойцы подходят. Давай, 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 парни, я уже слышу, я уже слышу, слышу! Звуки МГ-42. Нет, дружище, тебе надо позиции занять! Но это всё-таки искусственный интеллект. Ладно, давайте глянем, как будет проходить битва. У нас некоторые немцы уже забежали в тыл. Видимо, клоны и германцы, норды в шоке друг от друга. Какого чёрта они здесь сражаются? Вообще, что происходит? Где дроиды, где советы и союзники? Чёрт возьми. А у нас такая вот с вами сюрприз ситуэйшн, дамы. Кто дамы? Какие дамы? Вернее, бойцы войны. У нас с вами поехал Опель, который возит боеприпасы зачем-то в самое пекло боя. Водитель. Да вообще-то... А! Ну, в принципе, теперь я понимаю, почему он сюда поехал. Давайте глянем, что у нас тут. Тем временем у нас здесь подъехал Пазик, Хетцер и Опель с зениткой. Давайте глянем вообще, что будет тут. Ну, как я и говорил, у нас с вами имеется однозначно тут баланс. Я бы даже сказал, что сейчас очень хорошо немцы прорываются. Нет, знаете, я бы даже сказал, что немцы тут доминируют, потому что танк... Интересно, вообще в Хетцере есть пилот? Нет? Потому что его как-то вообще толкает панзер. Ладно, давайте глянем, что у нас на левом фланге. Да, если вдруг кто не знал, здесь есть и левый фланг. Здесь только зенитки подъезжают на холм, им тяжело, безусловно, забираться. Там стреляют вообще непонятно кого. Но здесь, конечно, ситуация, я вижу, чуть-чуть похуже, нежели на правом фланге, если смотреть со стороны немцев. Потому что тут клоны имеют больше успеха. Рэйвен Виктори, это кто у нас? Это у нас победили клоны! Ну, слушайте, немцы, согласитесь, продержались неплохо и даже продолжают сражаться. В общем, битва мне понравилась, погнали играть за ханцев, как бы сказал один мой знакомый. Аааа, нет, стоп, это я дурак! Это у нас клоны прииграли, вы представляете? Офигеть! Ну, короче, 1-0 в пользу Германии. Поехали смотреть, что будет дальше. Итак, вот я уже и играю за Великий Третий Рейх. Знаете, я предлагаю сразу сесть за танк, а обязательно я вам продемонстрирую, как работает здесь оружие. Ой, ребята, извините, кого давлю, я не хочу. Но сначала давайте погоняем на танки. Да уйдите с дороги! Видите, танк едет. Сорян, сорян, в общем, кого я давлю. Так, у нас с вами есть, я так понимаю, основное орудие. У нас с вами имеется МГ. У нас с вами имеется СМОУК. Что-то там, это, видимо, дымовая завеса, чтобы отступать было танк. Но мы с вами давайте посмотрим пока, как будет у нас с вами вообще происходить бой от танка. На самом деле не совсем удобно, но максимальный реализм. У нас пока мы красные, поэтому... О-о-о-о! Так-так-так-так-так-так-так-так-так! Срочно, МГ, МГ, вперёд, парни, вперёд! За Германию! За величие всего мира! Вперёд! Ха-ха-ха! Что я творю? Охренеть! Вот это посмотрите! И главное... Офигеть! Офигеть! Нет, ну это имба! Я теперь... Ой, извините, парни! Извините! Извините, фанаты республики! Уйдите, уйдите! Блин, я сейчас в ваших трупах здесь застряну! Не, ну знаете, я теперь не удивлён, на самом деле, почему клоны проиграли с таким оружием. Нет, давайте из танка хотя бы разок ещё из основного орудия выстрелим из пушки. Ладно. Это, в принципе, не важно. Здесь, как понимаете, всё делает МГ. И меня даже не могут убить, если что, хп танка в левом нижнем углу. И я верю, что совсем чуть-чуть у меня... Мне нанесли урон. Не знаю, может, я ошибаюсь, это не хп вовсе, а что-то иное. Но мне, чёрт подери, это нравится. Так, а давайте смоук... Ну да. Да-да-да-да-да-да. Это чтобы танку можно было отступать. Слушайте, ну мне это, чёрт подери, нравится. Ладно, давайте, может, вылезем, а то так не совсем интересно. Клоны уже проигрывают. Поиграем чуть-чуть. Воу! Я в самой мясорубке оказался, и меня убили. Давайте возьмём, пожалуй, что-нибудь другое. Например, давайте возьмём великий карабин 98К. Я думаю, что, скажем так, любители Третьего Рейха и вообще ценители будут рады. А если вдруг реконструктор сюда забрём вообще... Может, меня даже сейчас хейтить будет. И, скорее всего, будет очень сильно отзываться о данном моде. Нет, я хотя бы дайте раз из карабина выстрелю. Как же это классно. Как же это, чёрт возьми, классно. И предлагаю второй раз сыграть за Германию, ибо это прекрасно. Согласитесь. Ну что ж, вот и второй раунд за глупых тупых фашиздов, которые охотили поработить мир. Играем за этих фашиздов. Вперёд, фашизды! Не, не итальянцы, вперёд! Ладно, давайте без шуток поиграем, посмотрим, как здесь работает оружие. Мне, правда, очень интересно, как работают механики, но карабин меня очень приятно удивил. Я, ну, все, наверное, помнят, что я вот в последнем раунде только-только стрелял, и мне на самом деле понравилось. Давайте разок ещё выстрелим великих клонов. Так, давай-давай, долго... Оп, блин, порвахнулся типичного-то. Давай-давай-давай, воу, воу! Ага, он... Хорошо, я понял, он не ваншотит. Давайте возьмём другую пушку, которая будет поэффективнее. Ну, например, я предлагаю нам взять, что я предлагаю взять? Давайте возьмём штурмгивер, посмотрим, как здесь он вообще работает. Мы снова побеждаем клонов, как вы замечаете. Хорошо, у меня штурмгивер. Это у нас Вальтер. Если мне память не изменяет. Так, давайте возьмём наш штурмгивер и постреляем с его. Давайте ищем-ищем противника. Где противники, я не пойму. Везде, везде одни немцы. Где противники, воу! Слушайте, а штурмгивер здесь неплохо выполнен. И он очень имбовый. DC-15 просто нервно курит в сторонке. Вы просто на это посмотрите. Вы просто на это посмотрите. Адольф Гитлер-Маладийец опередил не только своё время, но и опередил нам очень намного, раз галактическое оружие не справляется. Ой, извини, дручать, я не хотел убивать. Извини, стэк. Блин, у него магазин очень вмещаемый. И можно прям, знаете, зажимать как из пулемёта. Но всё, они вновь проигрывают. У нас ещё даже второй этот, как он называет здесь в Равенфилде, то ли батальон. Ну, в общем, вторая волна даже ещё не использована. А у клонов уже последняя осталась. Давайте мы их... Нет, не хочу убирать! Я убил какой-то солд. Предлагаю взять ещё какое-нибудь оружие. Например, блин, а где МГ-42? Тут вот, 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 машин Геверс-42. Давайте поиграем, посмотрим, как здесь с МГшечки. Блин, надеюсь, что я успею добежать. Давайте гранату бросим. Я думаю, тоже любителям будет интересно. Вот, собственно, так бросается граната, как и в реальной жизни. Очень интересно. Здесь у нас клоны валяются. Я хочу пострелять. Дайте мне в кого пострелять можно, ребята. Где в кого пострелять? Где в кого пострелять-то можно? Стоп, 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 стоп. Где, где враг? Где враг? Так, здесь у нас полная доминация. Вот! Оу! Оу! Хо-хо! Я, я, честно скажу, я ожидал, что такая отдача. Ну, короче, надо здесь ложиться, когда вы стреляете с МГ. Ладно. Поехали играть за клонов последний раунд. И попробуем противостоять Германии. Итак, братья! Давайте их разобьем в пах, в прах и во что-то еще. Покажем. Они что не знают о чести? Что не знают о справедливости? Давайте покажем, что значит демократия Галактической Республики. Вперед, парни! Ну, если серьезно, я хочу, правда, попробовать противостоять Третьему Рейху. Не знаю, получится у меня это или нет, потому что очень как-то здесь Германия... Не знаю, можно ли сказать, что имбовая, она, наверное, по сути такая была. Есть. Ладно, немножко от этого отойдем. В общем, будем пробовать противостоять Третьему Рейху. Не знаю, получится ли нет, но я сейчас займу удобнейшие позиции и попробуем здесь отстреливать. Слушайте, но очень долго. Давайте за шесть возьмем. Это повеселее будет. О! О! Вот это мне нравится. Правда, здесь нет прицела, но ничего, разберемся и так. Ну, пока не нагрянули их танки, у нас с вами имеется преимущество. Даже я убиваю. Смотрите, своего случайно убил, но... Красота требует жертв. Красота Республики требует жертв. Оооо! Как там их много собралось в одной куче. Это... Это прекрасно. Давайте... Что ты делаешь просто? Какого черта? Я вообще даже не понял, как меня он убил. И мы... И мы проигрываем. Какого хрена? Так, ладно, давайте возьмем себя в руки. У них уже не такое превосходство. Хотя, кого я обманываю? Они нас имеют во все места. Ладно, давайте попробуем хотя бы что-то сделать. Возьмем пока DC15C самую обычную. Нет, какой... Вы что смеетесь? Назад, трусы! Вперед! Ради Республики! Какого хрена вы бежите? Ой, 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 ой. Ладно, берешь свои слова назад. Я теперь понял, какого хрена вы бежите? Но мы с вами... Да черт возьми, сколько у них там всяких танков. Давай, давай, давай. Так, 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 я спрятался. Я... В общем, против Германии противостоять невозможно. Просто невозможно. Да ладно, мы уничтожили их танк. Нет, Хетцер еще там. Черт еще. Опели приехали. Пазик, видимо, куда-то уехал. Так, а если захватить их? Захватить их? Ладно. Видимо... Видимо, ничего не получается. Ну, короче говоря, это очередной проигрыш... Проигрыш... Но, что тут сказать? Немцы держались неплохо. Давайте я попробую... Ладно, я... Я не хочу никого убивать. Я хочу уже просто свалить. Давай, давай. Но мы, как видите, проиграли. Что неудивительно. Но это было весело. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы поставите лайк и подпишитесь на канал. С вами был Отто. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok